6 апреля Сатурн, кармическая планета, властелин кармы, переходит в Накшатру Пурва-Пхадра-Пада. Что такое Накшатра? Это, конечно, термины из ведической астрологии. Весь зодиакальный круг, 12 знаков зодиака, у нас делится еще на лунные стоянки, называемые Накшатры. То есть каждый знак зодиака делится еще на три части. То есть в ведической астрологии, помимо 12 привычных знаков, есть еще и лунные стоянки. Это 27 Накшатр плюс 1. По положению планет в конкретной Накшатре, в лунной стоянке, мы можем дать более полную характеристику человека, образа человека, событий, которые происходят с ним. Мы можем сделать расчет, дать более глубокое видение того, что сейчас с человеком происходит. Но вот эта более глубокая характеристика, она присуща, конечно, только в восточной астрологии. Итак, Сатурн входит в эту Накшатру раз в 29 лет. Накшатра самая тяжелая, самая сложная. Я бы сказала, зловещая Накшатра. У этой Накшатры демонический характер. Каждая Накшатра, ровно так же, как и каждый знак зодиака, несет свой характер, несет свою энергию. И когда планета попадает в определенный транзит, в определенный знак, либо в определенную Накшатру, эта планета выводит через себя эти энергии, которые влияют на каждого из нас. Когда такие гиганты, как Сатурн, Юпитер, меняют свои транзиты, это всегда несет очень важные последствия. И не только для отдельных личностей. Это последствия глобальных изменений для всего человечества. Поэтому, когда Сатурн вступает в эту Накшатру, нам необходимо готовиться к очень серьезным изменениям, к очень серьезным трансформациям. И я, как ведический астролог, считаю своим долгом просто предупредить вас об этом, рассказать, про что этот транзит Сатурна, какие энергии, какие задачи он будет ставить. Итак, Накшатра, данная Накшатра, Пурва Пхадропада, она достаточно жесткая, она свирепая, она демоническая. И эта Накшатра напрямую связана с 15-м арканом Тара, этот аркан дьявола. По сути, смена транзита планет – это как бы смена энергии, энергии, которые влияют на нас. Если кому-то кажется, что мне все равно, я не знаю астрологию, какие транзиты сейчас проходят планеты, это очень наивно, потому что энергии эти, они влияют на каждого из нас. И для того, чтобы научиться грамотно взаимодействовать с этими энергиями, нам нужно понимать их свойства, учитывать эти энергии, учитывать данные транзиты. Для чего? Для того, в целях безопасности. Для того, чтобы, во-первых, сохранять некий баланс. Для того, чтобы в этот момент, когда штормит, сохранять баланс. Сохранив себя, свои силы, постараться сохраниться на высоких вибрациях, чтобы вот эти негативные энергии просто не выбросили нас, не выплюнули, так скажем, нас на обочину, не выбросили нас на берег. Поэтому вот астрологи, они дают рекомендации, когда происходят такие достаточно серьезные смены транзитов. Для того, чтобы напугать кого-то грядущими катаклизмами, катастрофами. А для того, чтобы люди, слушая это, смогли подготовиться, находиться в балансе. Это как мера безопасности. Поэтому грамотные астрологи дают рекомендации такого плана для того, чтобы люди смогли просто подготовиться, ну я не знаю, пристегнуть ремни безопасности, надеть жилеты спасательные, надеть маску. Это нормально, это естественно. Значит, данная Накшатра, как я уже сказала, она самая сложная, самая тяжелая из всех 28 Накшатр. Если учитывать то, что Сатурн, планета, он сам по себе самый холодный, самый жесткий, непредвзятый. Проходя через энергию данной Накшатры, его холодная, жесткая энергия, беспристрастная энергия, она только усиливается. И вот мы с вами 6 апреля входим вот в этот поток, этой жесткой энергии, и продлится он почти год, даже чуть больше года, до конца апреля 25 года. Это важно помнить. Давайте разберем, про что это Накшатра. Символизм, один из символизмов данной Накшатры, это двуликость человека, двуликий Янус. Про что это? В период данного транзита мы обязательно, каждый из нас, столкнется со сложной двойственностью, с дуальностью этого мира. И данный транзит поставит перед нами задачу, прежде всего, повернуться лицом к своей тени. Что такое тень? То есть той части себя, которую мы прячем, прячем от других. Той части себя, которой мы прежде всего стыдимся, остерегаемся. Это те наши качества, которые мы либо прячем от социума, либо подавляем, за что мы себя ругаем. И вот эти качества, наши тени, они будут максимально обнажены. Поэтому, замечательные мои, будьте осторожны. Данный транзит, он как бы будет обнажать все тайны. Все тайное будет становиться явным. Сатурн, планета, ревизор. И вот эта ревизия пройдет по всем нашим сферам. Достаточно длительный период, год. Очень много может произойти судьбоносного в течение этого года. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Данная Накшатра, она расположена в последних градусах, крайних градусах водолея и первых градусов созвездия рыб. И если мы с вами будем рассматривать зодиакальный круг не просто как 12 знаков зодиака, а как некий путь развития нашей души. Вот именно так я преподношу ведическую астрологию в своей школе АМЛА своим студентам. Я преподношу им астрологию через философию, через глубокую мудрость. Я учу их не просто высчитывать градусы, транзиты, а мне важно, чтобы они понимали суть, энергию астрологии, энергию планет, энергию созвездий, энергию взаимодействия планет с созвездиями. И всё мы это проходим через такую глубокую философию, через понимание. И опираясь на философию астрологии, что даёт только ведическая астрология, рыбы – это последний знак зодиакального круга, мокша, освобождение. Рыбы – это практически завершение цикла жизни, это завершение пути, завершение цикла перерождения. И вот данная Накшатра, занимая последнюю треть, так скажем, созвездия Водолея, она нам предоставляет сейчас, вот в течение этого года, как бы репетицию перед концом. То есть это своего рода экзамен на то, сможем ли мы держать достойный ответ, когда предстанем там. А мы все там будем. И вот данный год, он вообще проходит у нас даже по нумерологии, под энергией Сатурна. И сейчас Сатурн, будучи, опять-таки говорю, в своём знаке, в созвездии Водолея, это дом Сатурна, вот проходя эту свирепую, жёсткую Накшатру, он будет ставить нам вот такие экзамены. Сможем ли мы ответить за свои дела, за свои поступки, за всё то, что было сделано в прошлом, ну, в зависимости от того, кто у кого из нас, сколько лет за плечами. Сатурн в течение всего этого года, я ещё раз напоминаю, до конца апреля 25-го года, будет достаточно жёстко, достаточно беспристрастно нас останавливать, будет заставлять нас задуматься о реальном смысле жизни. Ну, опять-таки, что значит жёстко? Если человек в потоке, если человек регулярно делает духовные практики, совершает, да, если человек умеет быть в потоке Вселенной, если он слышит знаки Вселенной, то его и жёстко останавливать не нужно, он понимает, что происходит, и он достаточно гибкий. Если же, наоборот, человек, ведомый своими амбициями, слепыми, причём амбициями, либо какими-то чересчур такими амбициозными, материальными желаниями, идёт вперёд, перешагивая через головы вот таких людей, в течение этого года Сатурн будет очень жёстко останавливать. Останавливать для того, чтобы подумать о реальном смысле жизни, о смысле каждого дня, о смысле каждого часа. То есть ценность жизни, она, вот этот вопрос ценности жизни, он будет подниматься. Вы уже сейчас видите, что практически нет ни одной точки на Земле сейчас, где мы можем себя ощущать в полной безопасности. Где-то идёт война, где-то совершаются теракты, а там, где тихо, там совершаются землетрясения, могут быть, будут наводнения, цунами. И все эти события, которые усилятся в течение этого года, через них планета Сатурн будет фокусировать нас на тех вопросах, куда я иду, про что я живу, куда живу, какой смысл моего существования. Это достаточно серьёзные вопросы. И вот в этот год мы с вами будем подводить итоги за последние 30 лет. Пожалуйста, вспомните, что происходило с вами 30 лет назад. Да? Ну, это у нас 90... 2000... Какой год? 95-й. Да? 95-й. Мы сегодня с мужем считали. Отнимите от этого года 30 лет. Почему? Потому что это транзит Сатурна. Вот ровно столько лет назад Сатурн уже проходил данную Накшатру, и мы с вами подводили итоги. Для меня это был очень достаточно такой жёсткий год. Много чего отнималось, много каких-то трансформаций. Я сегодня прям вспомнила, когда я писала вам этот текст, вспомнила все события, аж так потряхивала меня. Вспомните, пожалуйста, вы тоже, что у вас происходило. И вот 30-летний цикл, что вы засеивали в этот цикл, как вы его проживали, какие у вас были промежуточные итоги. Вот сейчас, вот этот год, до конца 24-го и с января до апреля 25-го мы с вами будем наблюдать, как Сатурн будет судить нас по нашим итогам. И вот Сатурн в виде жёсткого, непредвзятого судьбы, властелина кармы, будет спрашивать нас, прежде всего, о чём? Смогли ли мы справиться со своими внутренними демонами? Это прежде всего. Насколько мы вообще знакомы с этими демонами? Признаём ли мы, что они в нас есть? И что мы пытаемся с ними сделать? Пытаемся ли мы с ними договориться? Или мы, наоборот, выпускаем их безрассудно и сами входим под их влияние? А потом говорим, что-то произошло, я даже сам не понял, да? Насколько мы умеем управлять нашими внутренними демонами? Что такое наши внутренние демоны? О чём я сейчас? Конечно же, это наши пороки, это наши эмоции. Эмоции гнева, эмоции агрессии, вожделения, материальной зависимости от денег, привязанность к партнёрам, это жадность, это ревность, это желание достигать своих целей любыми путями, хочу и всё. Это раздутое эго. Вот это всё мы называем нашими внутренними демонами. Они есть у каждого из нас. Нет святых. Свят один Господь, Создатель, только Он совершенен. В каждом из нас в той или иной степени проявлены эти демоны. И Сатурн будет спрашивать нас о том, какие диалоги мы ведём с этими демонами. Смогли мы с ними договориться? Понимаем мы, о чём это? Либо мы, ведомые своими материальными желаниями, летим, сами не понимаем, куда. Вот эти задачи, эти вопросы будут стоять перед нами прежде всего. Раздуваем мы ещё больше свой гнев, свою критику, своё осуждение, своё эго, подавляя тем самым тех, кто слабее нас. Либо наоборот, пытаемся понять и дать защиту. К нашим внутренним демонам также относятся наши детские внутренние страхи. и вот эти внутренние травмы, не страхи, наши внутренние травмы детские. И эти травмы, конечно же, они требуют исцеления. Исцеления через наши глубинные трансформации. Но здесь очень важно спросить себя, куда ведут меня эти трансформации? Они ведут меня к разрушению внутреннему, к разобщению с моими родителями, моим родом, то бишь самим собой, либо к пониманию происходящего, к тому, чтобы собрать свою целостность через пересборку своей личности. О чём я сейчас? Сейчас очень много вот в тренде, так скажем, вот эти родовые программы, сепарация от папы, от мамы, когда слышно часто, что мы можем заявить папе, маме, ты не прав, я буду делать так, как я хочу. Да, в этом есть свой смысл, и в принципе мы имеем право отстаивать свои границы. Но, к сожалению, вот есть такие лжепроводники, они уже заигрываются, и здесь люди отказываются даже помогать своим родителям. Я нередко встречала, что оказывается помогать материально своим родителям это греховно, и нужно вообще поставить своих родителей на место. Вот это перекос, это сильнейший перекос. И когда ребёнок вырастает, он слушает это всё, уже будучи взрослым человеком, и ему у него возникает злость на родителей, злость за всё то, за все эти травмы, которые он перенёс в детстве. Что в этот момент происходит? Вот эта внутренняя злость, она разделяет человека от его родителей, она разделяет его от его родовой энергии, и, соответственно, она вносит раскол внутри личности. Другой подход к исцелению родовых травм. Да, я принимаю, что мама была несовершенна, папа был несовершенен, какие бы ни были тяжелейшие детские травмы, я всё это принимаю, но если я хочу быть в потоке, если я хочу сохранить вот этот порядок мировой, структуру, прежде всего, ради себя, ради своих детей, я начинаю изучать эту тему, и я понимаю, что прежде всего я сама, моя душа выбрала этих родителей для того, чтобы проходить кармические уроки, эволюцию своей души, принять ответственность на себя. Да, в какой-то момент можно поставить границы между собой и родителями, если родители подавляют, но обязательно сделать это с уважением и принятием, понимаете, все можно исцелять, и сепарация тоже здоровая должна происходить, но главное проявлять уважение при этом к родителям. Вот здесь важно держать вот этот баланс, чтобы не было перекоса, и не подчиняться одновременно родителям, жертвуя своей семьей, своими детьми, и в то же время не загонять родителей под плинтус, в угол, понимаете, для того, чтобы это делать, необходимы знания, необходимы духовные знания. За это у нас отвечает Юпитер. Я сейчас еще позже скажу, Юпитер у нас как раз-таки является управителем этой Накшатры, через которую будет проходить Сатурн весь этот год. Что еще у нас будет подниматься в течение этого года? Сатурн будет спрашивать достаточно жестко за все виды интоксикации. Это алкоголизм, это наркомания, табакокурение, насколько злостно мы употребляем вот эту интоксикацию. Все виды криминала, все виды мошенничества, какая-то алчность, вот все эти теневые проявления, они будут обнажаться, причем настолько неожиданно для самих людей, и это будет подниматься наружу для того, чтобы было пересмотрено. Конечно, кто-то все-таки сумеет что-то скрыть у себя, кто-то сможет как-то оправдаться, я не знаю, но в принципе вот эти вопросы, все эти вопросы будут поднимать энергия данной Накшатры. И Сатурн во всех этих областях будет наводить порядок. Кого он пощадит? А кто попадет под раздачу? Мы не знаем. Но моя задача как астролога рассказать вам, какие области будут затронуты. Но я думаю, лучше не проверять, не испытывать судьбу. Сатурн у нас великий справедливый уравнитель. И главное для Сатурна, как мы можем его ублажить, так скажем, главное смирить свое ложное эго. Когда мы признаем своих внутренних демонов, когда мы признаем свою внутреннюю часть, мы должны показать Сатурну, что мы что-то начинаем с этим уже делать. Мы начинаем контролировать, мы пытаемся что-то сделать. То есть мы пытаемся взять ответственность за свою жизнь на себя, не говорить партнеру, детям, ну извини, я вышел из себя, я был раздраженный, а именно взять ответственность. Если я это сделал, то я отвечаю за свои поступки. то, что нам раньше позволялось, сейчас, вот в этот год, мы будем очень серьезно за это спрашивать, как я уже вам сказала, ценность возрастет в разы. Но Сатурн это планета не только наказаний, так скажем, да, Сатурн является еще у нас благодетелем. Правда, благодетели его идут только после того, как мы мясорубку пройдем соответствующую, но Сатурн будет давать нам еще и благословение на наши благие дела, за те благие дела, которые мы совершали ранее. Еще раз вам предлагаю, оглянитесь назад, в течение прожитых 30 лет. Вот все те благие семена, которые вы засеивали в течение 30 лет, если они действительно были благие, если они были во благо вам и окружающим, то в этот период вы получите вознаграждение от Сатурна, потому что, как я уже сказала, Сатурн великий уравнитель, он как наказывает, так и дает блага в равной степени. К сожалению, в это время, я сейчас опять возвращаюсь к энергии Накшатры, может появиться больше психически неуравновешенных людей, либо какие-то поступки могут быть в социуме непонятные логически, не поддающими логическому объяснению. Может быть, к сожалению, активизация военных действий. Почему? Потому что следующий символ Накшатры это еще меч. Один из символов данной Накшатры меч. Ну, меч у нас это символ войны. Но я как астролог-философ, астролог-исследователь, я смотрю на это немножечко с такой позитивной стороны. Если мы будем смотреть на этот символ меч с философской точки зрения, то можно предположить, что данный транзит даст некую развязку каких-то затянувшихся процессов. Это может быть в глобальном государственном масштабе, может быть в глобальном мировом масштабе, может быть в масштабе какой-то семьи, какой-то определенной судьбы. Что такое меч? То есть такая жесткая развязка своего рода перерубить гордиев узел. Вы знаете, есть такая метафора гордиев узел. То есть что-то завязалось и уже настолько крепко завязалось, что развязать мирным путем не получается. Поэтому мы берем мечом и разрезаем этот гордиев узел. Но потому что настало время. данной развязки. То есть такое тоже может быть. Мы не пророки, мы всего лишь анализируем данную ситуацию. Дальше данная Накшатра, в чем еще ее сложность? В том, что эта Накшатра управляет всеми химическими процессами. Конечно же она связана со всеми видами химического оружия. Она связана со всеми видами бактериологического оружия. Причем оружие массового поражения. Так что возможно что-то может быть изобретено в это время, так скажем, не во благо нам. Возможно что-то будет применено, не дай бог. Но есть вероятность такая. Возможно будут запущены какие-то искусственные эпидемии, типа коронавируса. Такое тоже может быть. Опять-таки замечательные мои. мы не пророки и мы ничего не гарантируем, но мы должны быть готовы к вероятности, как у меня дома в Баку на родине говорят, ола белярь, дай бог, что пронесет, но мы должны быть к этому готовы. Поэтому данная Накшатра может принести что угодно. Конечно, мы надеемся, мы будем молиться Богу, чтобы крайности не было, но все это может быть. И вот смотрите, еще такое наблюдение, что когда у нас в 2020 году была полная изоляция, мы проживали эпидемию коронавируса, у нас было соединение Сатурна и Юпитера рядышком. И оно было достаточно жесткое и принесло такую тотальную изоляцию. Сейчас тоже у нас будет такое некое соединение. почему? Потому что Сатурн будет проходить Накшатру, управитель Накшатры Юпитер. Да, более мягкое, более лайтовое такое соединение, но все равно оно будет. Поэтому я почему вам так все это подробно говорю, я хочу, чтобы вы научились рассуждать. Не просто пугались чему-то, астрологи сказали про то, про пятое, десятое, а вы учитесь сами мыслить для того, чтобы не пугаться, а брать на себя ответственность за то, что происходит. Потому что когда мы понимаем, что происходит, когда мы начинаем рассуждать, мы соответственно убираем эти страхи, эти слепые страхи своей жизни, и мы начинаем рассуждать, что я могу сделать в данной ситуации, где я могу подстелить соломку, где я могу защитить себя, своих близких, своих родных, только тогда, когда мы начинаем мыслить, когда мы начинаем соображать. Я сама на веру мало что принимаю, я провожу сама такие исследования, поэтому подробно вам так всё это рассказываю, что это за событие. Не вышло в эфир, чтобы пугалками здесь раскидываться, а рассказываю вам, чтобы вы начали думать. Поэтому вот такое же соединение будет у нас. Может быть, что-то такого рода может быть. Но от чего, как мы можем предостеречь самих себя от этого влияния? Всё зависит от нашего внутреннего состояния, всё зависит от нашего настроя. Даже вот в Библии написана в Евангелии одна из притч, что настанет такое время, когда двое будут в поле, один возьмётся, другой останется. Когда двое будут лежать на постели, одного возьмут, другого оставят. По каким признакам одного будут брать, другого оставлять? По состоянию внутренней энергии, по чистоте энергетики человека, по чистоте его мыслей, его помыслов, его настроя. Поэтому вот сейчас, как никогда, в первую очередь выступают вопросы моего внутреннего состояния, моего внутреннего настроя. Мы не можем изменить то, что сейчас происходит в мире. Но мы можем изменить то, что внутри нас. То, что я сейчас сказала ранее, да, начать работать со своими внутренними демонами и проходить вот эти внутренние трансформации внутри себя. Сами, не дожидаясь, пока займётся этим Сатурн. Вот это мы можем сделать. И большой вопрос такой, поддадимся ли мы каким-то соблазнам, которые будут на протяжении этого года, соблазнам мошенничества, может быть, нам что-то будут предлагать, соблазнам сделки со своей совестью, предательства какие-то, да, поддадимся мы влиянию своих внутренних демонов, либо мы всё-таки будем учиться брать на себя ответственность и будем следовать влиянию своей души. А душа каждого из нас никогда не обманывает, да. Важно учиться слышать её. И вот сейчас наступает то самое время, когда нам крайне необходимо активизировать свою внутреннюю светлую часть. Вот у нас есть тень и есть наша светлая часть. Вспомнить про то, что она у нас есть. Это часть. И научиться постараться, научиться слышать голос своей души, голос своей совести, не следовать тем постулатам, все так делают, и я так делаю. Если им можно, почему мне нельзя? К сожалению, часто люди руководствуются такими формами. Сейчас наступает такое время, где каждый из нас будет сам отвечать перед Создателем. Если вы научитесь слышать себя, ваша душа, каждого из вас, она чистая, она светлая, и она обязательно выведет вас на тот путь, где виден свет в конце туннеля. Мы должны понимать, что сейчас у нас наступает время равновесия. Время равновесия, как я уже сказала, где многое тайно проявится, поднимется на поверхность. И Сатурн будет уравновешивать нашу негативную карму, так скажем, да, и позитивную карму. И следующий символ данной Накшатры – это своего рода мост такой, да, мост между материалистическим и духовным сознанием, потому что рыба – это знак духовности, знак освобождения, да. И вот нам необходимо будет держать этот баланс между материальными желаниями и духовными внутри себя. И вот, к сожалению, вот этот мост, который должен соединять нашу материальную часть и духовную внутреннюю часть, этот мост, к сожалению, на сегодняшний день заблокирован у многих из нас. Ну, большинство перекос в материальную сторону, к сожалению, идет, да. Поэтому нам необходимо именно будет держать этот баланс. Ну, из хороших новостей, так скажем, да, как я уже сказала, данная свирепая Накшатра, самая свирепая, самая такая демоническая Накшатра, она управляется благостным Юпитером. Как видите, даже вот в этой структуре, в строении мира Господь уже у нас уравновешивает все эти энергии, что самая демоническая, самая жесткая Накшатра управляется самой благостной планетой Юпитер. То есть как у каждого знака есть управитель, так же у каждой Накшатры есть управитель. Видите, уже нам уже дают, протягивают руку помощи. И понимание вот структуры данной Накшатры уже дает нам веру, уже дает нам возможность пройти этот непростой период, опираясь на мудрость, опираясь на свое личное благочестие. Про что у нас Юпитер? Юпитер – это у нас планета расширения, да, планета мудрости, планета связи с Божественным началом, планета понимания законов мироздания. Но Юпитер у нас – это еще и планета богатства, да. Юпитер еще связан и с материальной нашей частью. И если мы будем дальше исследовать, что же сейчас происходит, будет происходить у нас в течение года, да, то мы поймем, что все эти чистки, о которых я сейчас говорю, которые устроит нам всем Сатурн, они будут происходить для того, чтобы вывести нас на более высокий материальный уровень, да. Потому что только чистому человеку безопасно иметь большие блага. Этим самым он не перекроет карму потока любви ни себе, ни своим предкам, а потомкам, своим потомкам, детям. И важно помнить, да, про что у нас Юпитер, про благочестивые поступки, про благотворительность. И я вам напоминаю, что благочестивые поступки в этот период помогут, поспособствуют быстрому набору благоприятной кармы и получение плодов. То есть как вот быстро будет развязка происходить, сделал-получил, сделал-получил от Сатурна, да, также быстро будет приходить от Юпитера. То есть нарабатываем благочестивую карму, тут же получаем ответ. Как я уже сказала, большие возможности даются тем людям, кто не привязывается к славе, к почестям, к эго, кто не делает культ из денег. Вот этим людям безопасно всё это давать. И для того, чтобы владеть материальными благами, ощущение славы, так скажем, да, необходимо, конечно же, набираться знаний. Что такое Юпитер? Юпитер у нас на санскрите имя Юпитера – гуру. Гуру – это учитель, гуру Брехаспати. И как раз-таки Юпитер показывает нам, для того, чтобы самым наилучшим образом прожить этот год, прожить этот период, непростой период, нам необходимо через Юпитер погружаться в духовные знания, прежде всего, держаться. Это наша единственная, так скажем, шлюпка безопасности. Это наш Ноев ковчег, на котором мы можем всплыть, когда вот этот потоп пройдёт. То есть делать духовные, погружаться в духовные знания. Дальше. Познавать природу происходящего. Не возмущаться, не выражать недовольство, негатив, а погружаться. Почему со мной происходит так? Изучать причины следственной связи, законы мироздания. Вот это наша подушка безопасности. Изучать свою личную природу. Ну, я могу только предложить через натальную карту, возможно, через какие-то другие практики. Кому как интересно. Главное – идите, главное – изучайте. Изучать принципы взаимодействия душ на земле. Не просто людей, а душ. Принципы взаимодействия нашей души с энергией Вселенной. По каким законам мы живём? Как не нарушать эти законы? Принципы законов Вселенной. Вот это всё сейчас у нас выходит на передний уровень. И это всё, что может спасти нас, чтобы мы вот в этот торнадо нас не закрутило, вот это чёрное, не попали в эту воронку. Важно помнить, что какие-то прошлые наработки, какие-то паттерны поведения, какие-то стереотипы, они будут разрушаться. Ну, например, там, человек человек увол, там, не доверяй никому, делай вот так, тогда ты там сохранишь свои деньги. Ну, возможно, да, годами как бы нарабатывалось, возможно, кто-то получил эти сценарии от родителей, но это уже будет разрушаться, они уже не работают, потому что вы знаете, что мы сейчас выходим все на новый виток своего развития. Все об этом знают, да. На этом витке всё старое беспощадно будет разрушаться. И мы с вами помним, что выход к новому происходит через болезненные трансформации. Я вижу это как, знаете, вот своего рода родовые муки. Вот мы сейчас рождаемся заново, но родовые муки, они болезненно происходят как для ребёнка, он, знаете, так вот головкой своей пробивает этот путь, так и для матери. Тазовые кости расширяются. Но это рождение новой жизни. Вот таков закон. Так же и сейчас. И главное, на что мы можем сейчас опереться, вот в этот непростой период, это на свою внутреннюю гармонию, на ощущение внутреннего баланса. Отказывайтесь, пожалуйста, сейчас от ожидания каких-то результатов. Научитесь, учитесь жить одним днём. Что это значит? То есть жить в моменте, жить здесь и сейчас. Учитесь максимально выражать свою энергию. Позвольте божественной энергии выражаться через вас, через ваши таланты, через ваши ресурсы. Общайтесь с энергией пространства. Не зажимайте в себе это. И делайте это всё без ожидания результатов. Делайте это только лишь из состояния удовольствия. Вот вы получаете удовольствие от того, что вы делаете. Делайте. Делайте для себя. Делайте для Вселенной. Делайте для повышения общей энергии, любви в этом мире. Но не для того, что вот я сделаю, мне что-то дадут. Мне скажут спасибо, либо Бог меня пожалеет. Сейчас это не пройдёт. Не ждите награды за то, что вы делаете. Делайте это для ощущения момента. Занимайтесь больше благотворительностью. Глубоко изучайте свои кармические задачи. Понимайте важность своего пути. Куда я иду? Зачем я иду? Для чего я вообще пришёл на эту землю? Понимайте тот путь, который выбрала ваша душа. Вот всё это важно в данный момент. Что ещё у нас будет? Очень серьёзно будут обрубаться все наши привязки. Привязки к партнёрам, привязки к деньгам, привязки к благополучию и стабильности. Вот всё это будет жёстко разрываться вот этим мечом. Для чего? Для того, чтобы мы понимали, в чём ценность нашей жизни, чтобы мы понимали себя, чтобы мы погружались в себя и понимали, осознавали свою индивидуальность. Не для того, чтобы нас вернуть в нищету, в одиночество, ни в коем случае. Для того, чтобы мы вернулись к тому голосу, который внутри нас. Для того, чтобы мы научились слышать Бога внутри себя. Вот для всего этого. Так что, замечательные мои, разбирайтесь со своим эго, разбирайтесь со своими претензиями, разбирайтесь со своими недовольствами. Это тоже тень. Это тоже ваша тень. О чём она говорит? О чём говорит вам ваша тень? Какие задачи она вам ставит? Что ещё у нас? Какие формы поведения у нас выйдут на первый план? Конечно же, это смирение. Сатурн всегда про смирение. Смирение – это то главное качество, которое нам необходимо будет тренировать весь этот год. Мы понимаем, что очень многое сейчас будет в общении в нашей власти. И Сатурн будет проводить очень серьёзную такую ревизорскую проверку по всем сферам нашей жизни и проверять нас на силу этого смирения. на способность принимать, доверять тем изменениям, которые пространство будет перестраивать в нашей жизни. Многих будет трясти, вот эта зона турбулентности. Как мы внутренне будем к этому относиться? Злиться, ругаться, пугаться, пытаться удержаться. Либо мы будем с доверием всё это принимать как уроки и в этом потоке, в этой волне выходить на более высокий уровень. Пересматривайте, пожалуйста, за этот период все ваши цели по жизни. Пересматривайте ценность ваших целей. Если ваши цели, куда вы движетесь, если они благочестивые, если они нацелены не только на ваше личное обогащение, но они нацелены на благо других людей, то эти цели принесут вам достаточно серьёзные материальные плоды вот в этот непростой период и материальное процветание. Но если вы двигаетесь сейчас к своим целям, ведомые всего лишь своим эго, желанием прославиться, желанием самоутвердиться, желанием заработать, то есть желанием личного обогащения любыми путями, нарушая все законы, государственные, моральные, божественные, вот всё это будет жестоко пресекаться. Что ещё будет у нас важно? Искренность, честность, искренность, дисциплина во всём, в каждой сфере нашей жизни. Развитие своего интеллекта, и в это время будет важно погружаться, всё больше и больше погружаться в новые знания, новые дисциплины, и всё это поможет нам не просто прогрессировать, а выйти на новый уровень. Ну, энергия Юпитера нам в помощь всем, да? И вот, как я уже сказала, особый ответ мы будем нести за те энергии, которые мы выпускаем. На какой волне мы выберем прожить этот период? Ну, кого затронет наиболее сильно данная Накшатра? Конечно, у кого Луна находится в этой Накшатре, у кого планеты, не у каждого из нас планеты в этой Накшатре. Посмотрите Водолей, созвездие Водолея, если у вас там планеты. Но опять-таки планета может находиться в данном созвездии, но не в этой Накшатре. Поэтому здесь уже нужно более подробно изучить свою Натальную карту. Посмотрите, какие сферы будут затрагивать эти планеты. Вот именно в этих сферах произойдут сильнейшие трансформации. Если у вас получится сделать это самостоятельно, пожалуйста, сделайте. Если нет, вы можете это сделать со мной на консультациях. А ещё лучше прийти в мою школу и изучать там свою Натальную карту вместе со мной, чтобы понимать, куда и как мне двигаться. Вот замечательные мои. Вот с этой темой я сегодня вышла к вам на эфир. Совершенно не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы дать картину, вот обзор на ближайший год. Да, у нас не Новый год, но у нас канун солнечного Нового года, который у нас будет через уже несколько дней. Солнце, я говорила, перейдёт в созвездие Овна. Мы начнём новый зотиакальный круг. Будьте, пожалуйста, готовы, будьте внимательны, будьте осознанны. И помните, тот, кто предупреждён, тот вооружён. Я имею в виду сейчас прознание. Всего вам доброго. Всех вам благ.